Глава 10. Любовь и уважение к товарищу еврею. Бог заставил каждого еврея поклясться, что он будет любить и уважать своего товарища, как самого себя. Цитата. «Люби ближнего, как самого себя. Я Господь». Ваикра 19, дробь 18. Комментируя эту заповедь, Раби Шимон бен Элазар сказал, а вот де Раби Натан, 16, дробь 5. Здесь содержится великая клятва. Бог сказал, «Я Господь, который создал его. Если ты любишь его, я непременно вознагражу тебя щедро». «В противном случае, я судья, чтобы наказать тебя». Конец цитаты. Однако это не относится к тем, кто дерзко восстал против Торы. Во-первых, сказано, «Пришелец, который пребывает с тобой, будет тебе, как местный житель. Ты должен любить его, как себя». Ваикра 19, дробь 34. Израилю было сказано «любить, как самих себя, не только еврея, рожденного в земле Израиля». Смотри стих 18. Но также и обращенного. Смотри стих 34. Вот ясное доказательство того, что повеление «любить ближнего, как самого себя, относится только к евреям». Точно так же сказано и в «Авоте де Раби Натан» там же. До какой степени запрещена ненависть? Нельзя говорить «люби ученых, но ненавидь учеников». «Люби учеников, но ненавидь невежд». Нужно любить всех, а ненавидеть только еретиков, подстрекателей к ереси и доносчиков. Как сказал царь Давид, Таилим 139.21.22 «О Господи, разве я не ненавижу тех, кто ненавидит Тебя? Разве я не борюсь с теми, кто восстает против Тебя? Я ненавижу их высшей ненавистью. Я считаю их своими врагами». Конец цитаты. Разве не сказано «люби своего ближнего, как самого себя, я Господь». То есть, как можно ненавидеть их, если сказано, что мы должны любить ближнего? Ответ в том, что сказал Бог «Я Господь, Который создал Его». Если Он ведет себя так, как предписано нашему народу, ты должен любить Его. В противном случае ты не должен. Далее мудрецы говорят в Сифри Реэ 89 «Если твой брат подстрекает Тебя, не принимай его и не слушай его, не жалей его, ты должен непременно убить его». Дворим 13.7.9.10 «Поскольку сказано «люби своего ближнего, как самого себя», я бы мог подумать, что и этого человека нужно любить. Следовательно, сказано «не принимай его». Рабин Ахман бар Ицхак считает, что разрешается ненавидеть дерзкого человека. Таанит 7 бет. Ираши комментирует «Даже хотя говорится «люби твоего ближнего, как самого себя». Рамбам пишет Хилхот Деот 6.3 «Для каждого еврея существует заповедь любить всех других евреев, как самого себя». Следовательно, человек должен прославлять своего товарища еврея и заботиться о его собственности так же, как он заботится о своей собственности и хочет, чтобы к ней относились с уважением. Тот, кто ищет почета через позор своего ближнего, не имеет доли в будущем мире. В Сефер Гахинух говорится Митцва 243.219 «Есть заповедь любить каждого еврея глубоко». Мы особенно должны любить еврея, который разделяет нашу преданность Торе и заповедям. Что касается грешника, который не принимает порицания, заповедь учит ненавидеть его. Говорится, «Страх Бога означает ненавидеть зло». Мишлей 8.13 А также «О Господи, разве я не ненавижу тех, кто ненавидит Тебя?» Таилим 139.21 Смотри Псахим 113. Поскольку нам заповедано любить достойного еврея, логично, что мы должны и уважать его. Илья Гураба 28 «Бог сказал Израилю, «Дети мои, разве я лишил вас чего-то? Чего я прошу у вас? Только чтобы вы любили, уважали и почитали друг друга, и чтобы вы избегали всякого греха, воровства и недостойного поведения». Конец цитаты. В другом месте мудрецы учат, а вот 2.10 «Да будет честь твоего друга так же дорога тебе, как твоя собственная». Ясно, что это назидание тоже входит в заповедь любить ближнего, как самого себя, что следует из приведенной цитаты Рамбама. В Берешит Раба 24.7 сказано «Бен Азай сказал «Это книга поколений Адама, по образу Бога он сделал его». Берешит 5.1 Раби Акива сказал «Люби своего ближнего, как самого себя, это главный принцип Торы. Не говори, поскольку меня высмеяли и прокляли, пусть и мой ближний страдает так же». Конец цитаты. Раби Танхума сказал «Если ты говоришь так, знай, что ты высмеиваешь того, кто создан по образу Бога». Берешит 5.1 Иерусалимский Талмуд Недарим 9.4 приводит следующий комментарий «Раби Акива сказал «Люби ближнего, как самого себя, это главный принцип Торы». Бен Азай сказал «Это книга поколений Адама, этот принцип еще более важен». Конец цитаты. То же мы читаем и в Торад-Куанин Кедушим, глава 4. Очевидно, что иерусалимский Талмуд не учит, что любовь к язычникам имеет приоритет перед любовью к евреям, как хотели бы того обманщики. Будь это так, почему Рамбам и Сефер-Хахинух ограничивают заповедь о любви к ближнему, только евреями. Нет, здесь говорится о другом. Существуют две причины, почему Бог заповедал каждому еврею любить и уважать другого еврея. Первое состоит в том, что каждый еврей создан по образу Бога. Следовательно, «Если человек ненавидит или высмеивает другого еврея, он ненавидит и высмеивает самого Бога». Раби Йошуа бен Леви сказал, «Дворим раба 4.4». Группа ангелов ходит перед человеком и восклицает, «Дайте дорогу образу Бога, смотрите, сколько стражей охраняют тебя, когда, когда ты охраняешь Тору». Конец цитаты. Вторая причина в том, что Израиль был избран, чтобы стать уникальным и святым народом Бога. Поскольку это так, Бог относится к нему с особой любовью. Только Израиль назван «Адамом», поскольку он выполняет роль первого человека, Адама. Когда Адам отверг свою земную миссию, данную Богом, она была передана Израилю. Поскольку Израиль в целом является Адамом, Божьим первенцем, созданным по образу Бога, любовь к еврею описывается особой заповедью. Конечно, при этом предполагается, что другой еврей вместе с нами служит Богу и предан заповедям. Конечно, в данном контексте самым важным фактором является то, что человек создан по образу Бога. Тот, кто создан по образу царя, несет на себе и славу царя. Тот, кто высмеивает его, высмеивает Бога. И кто хотел бы высмеять Бога? Тем не менее, от нас не требуется совершать какие-то активные действия, направленные на благо неевреев. Достаточно просто воздерживаться от унижения и причинения любого вреда тому, кто был создан по образу Бога, до тех пор, пока он не является врагом Бога. Заповедь любить еврея возникла в тот момент, когда Израиль был рожден в качестве святого избранного народа Бога. Помимо того, что каждый еврей создан по образу Бога, он еще и избран быть частью Божьего народа. Следовательно, всех людей можно разделить на три группы, каждой из которых мы относимся по-разному. Первая группа – это евреи, разделяющие нашу преданность заповедям. Именно их мы должны любить и уважать, следуя заповеди любить ближнего. Вторая – это не евреи, созданные по образу Бога. Однако такие люди не являются его особым достоянием и потому недороги ему. Такие люди не являются «Адамом» в кавычках. В конце концов, земная миссия Адама перешла к Израилю. Пока они евреи, не враждуют с нами и следуют семи ноевым законам, мы не должны ненавидеть и унижать их. Однако и любить их тоже не требуется. Третий тип – это евреи, ставшие врагами еврейского народа. Ненавидеть и унижать таких людей не только можно, но и нужно. Подобным же образом, пока еврей сохраняет хорошее отношение с Богом, следует его заповедям и учениям, мы должны любить и уважать его всем сердцем. Мы должны быть готовы пойти на большие жертвы, чтобы спасти его от беды. Бог заповедует Ваикра 19, дробь 16. «Не стой праздно, видя кровь своего ближнего, я Господь». В Санедрин 73, алиф содержится такой комментарий. «Откуда мы знаем, что если кто-либо видит, как его товарищ тонет в реке, его тащит зверь, или на него напали разбойники, обязан спасти его?» Говорится «Не стой праздно, видя кровь своего ближнего». Конец цитаты. Если человек может спасти товарища, но не делает этого, о нем сказано «Я Господь». Наши мудрецы объясняют это так. «Ле Кахтов Ваикра» там же. Фраза «Я Господь» распространяется на дела сердца. Бог говорит «Я Бог, знающий в точности. Старался ли ты спасти его, или нет?» Фразу «Я Господь» здесь следует понимать в этом смысле. Предполагается, что нашими действиями будет управлять наша совесть. О таких случаях сказано так. «Бой со своего Бога». Об этом написал царь Шломо, Мишлей 24, дробь 10-12. «Если ты ослабеешь в день бедствия, твоя сила действительно мала. «Если ты откажешься спасти тех, кого убивают и кто будет убит, и если скажешь, мы не знали, то разве тот, кто видит сердце, не рассудит это? И тот, кто хранит твою душу, разве он не знает об этом? Разве он не воздает каждому человеку по его делам?» Конец цитаты. Вот о чем говорит Ибн Эзра там же. «Если ты ослабеешь в день бедствия, который ударит по твоему товарищу, и не спасешь его, если ты откажешься спасти тех, кого ведут убивать, когда настал их момент, говоря, когда их уводили, мы не знали, тогда тот, кто видит сердце, чтобы узнать, творим ли мы его волю, и тот, кто хранит твою душу от смерти, увидит и поймет, что ты не хотел спасти их, и он воздаст всякому человеку, как ты, по твоим делам. Ты пострадаешь, как он, и никто не придет спасти тебя». Конец цитаты. Аналогичным образом выразился и царь Шломо, Мишлей 21, дробь 13. «Тот, кто удерживает свое ухо от слышания бедного, будет кричать сам, но ответа не будет». Конец цитаты. Любить товарища еврея – это заповедь огромной важности. Обязательство спасти еврея от смерти включает и духовную смерть. Этот принцип дан в виде закона в Орахаим Илхот Шаббат 306, дробь 14. Если человек получил сообщение в Шаббат, что его дочь похищена, чтобы вырвать ее из еврейского народа, заповедь требует пойти и спасти ее, даже если потребуется выйти за границу, допустимую в Шаббат. Если принять точку зрения, что выход за пределы допустимой территории нарушает запрет Торы, то обязанность нарушить Шаббат ради спасения ближнего важнее запрета Торы. Если он отказывается это сделать, его нужно принудить в судебном порядке. Пуским галахические святила были единодушны во мнении, что в этом законе речь идет не только о дочери. Здесь важно, что неевреи пытаются похитить и насильно обратить в свою веру любого еврея вообще. В такой ситуации другой еврей ради его спасения обязан даже нарушить Шаббат, поскольку спасение еврея равнозначно всем остальным заповедям вместе взятым. Лучше, если один еврей один раз нарушит Шаббат, чем другой еврей будет нарушать его всю оставшуюся жизнь. Этот принцип является частью более общей заповеди любить товарища еврея. Это взаимное обязательство, связывающее всех евреев. В Сота 37 бет сказано, на каждую заповедь Торы были выкованы 48 заветов с каждым из 603 550 евреев в пустыне. Раша комментирует, «Каждый стал поручителем для всех братьев». Наши мудрецы также сказали Шавуот 39 алиф «Весь Израиль – поручители друг за друга». Система поручительства «ревут» подразумевает, что каждый человек встает на место другого. «Так Иуда поручился перед братом за Вениамина. Я сам буду ответственен за него и Эрвену. Ты можешь потребовать его из моей руки». Берешит 43.9 И действительно, когда Иуда подумал, что Иосиф хочет взять Вениамина в рабы, он сказал ему Берешит 44.32.33 «Я предложил себя своему отцу в качестве поручителя, орав за юношу, поэтому теперь позволь мне остаться твоим рабом вместо юноши». Конец цитаты. Каждый еврей является поручителем за всех остальных членов еврейского народа, поскольку все они объединены в единую нацию, святую и добродетельную. Чуть позже с Божьей помощью мы рассмотрим еще одну сторону принципа любви и взаимной ответственности, а именно заповедь осудить товарища еврея, чтобы вернуть его на истинный путь. Вынося порицания, мы оказываем товарищу услугу и выполняем великую заповедь о ревут. Более того, благодаря этому Бог коллективно вознаграждает и наказывает еврейский народ, поскольку все его члены составляют единую нацию. Порицание крайне важная заповедь для всех евреев. Любовь, уважение и почтение к товарищу еврею, созданному по образу Бога и объявленному Божьим избранником, это долг каждого еврея. Каждый еврей должен проявлять любовь и уважение к своему товарищу. Этим он проявит уважение к человеку, которого Бог создал по своему образу и избрал в качестве особого достояния. Кроме того, так он укрепит его чувство собственного достоинства и духовно возвысится сам. Однако все эти преимущества уступают по важности главному. Поступая так, человек подавляет свои злые позывы и покоряет свое эго. Именно в этом предназначение человека, именно это возвышает и освещает его. Сказано «Люби своего ближнего как самого себя». В тот момент, когда человек через любовь и уважение к другому ставит его на один уровень с собой, он этим отказывает себе праве считаться центром мира. Так его эго уменьшается. Как мы уже упомянули, гордыня – это корень всего злого, что есть в мире. Наши мудрецы учат. Дерех Эрдзута глава 1. Если другие говорят злое о тебе, не отвечай им. Если они сказали что-то очень злое о тебе, считай это второстепенным. Если ты сказал что-то злое о других, если это было второстепенным, считай это первостепенным, пока не пойдешь и не умиротворишь их за это. Ты должен любить и уважать своего товарища. Отложи собственное желание ради желания твоего ближнего. Отложи твое собственное желание и желание твоего ближнего ради желания неба. Конец цитаты. Когда Раби Элезер заболел проход 28 бет, его ученики пришли навестить его и сказали «Учитель, научи нас, как следует жить, чтобы удостоиться будущего мира». Он ответил «Будьте внимательны, чтобы относиться к товарищу с уважением». Конец цитаты. «Дорогой друг, пусть заповедь уважать других не станет маловажной в ваших глазах, пусть на вашем сердце всегда будут начертаны следующие слова» Хагига 5 бет. «Когда Раби Юханан подходил к стиху «Бог приведет на суд всякое дело о всякой скрытой вещи» Коэллит 12 дробь 14 Он плакал. Он спрашивал «Если господин судит непредумышленные преступления своего раба как предумышленные, будет ли этот раб когда-нибудь прощен? Что значит о всякой скрытой вещи?» Раб сказал «Это относится к тому, кто убивает вож в присутствии своего друга и друг находит это отвратительным». Шмуэль сказал «Это относится к тому, кто плюет в присутствии своего друга и его друг находит это отвратительным». Вот как далеко простирается заповедь уважать других.